Поец в синем углу, файринг-адо Бу Коннор. Его 24 года, рост 172 см, вес 68,45 кг, а профессиональный рекорд 3 победы при одном поражении. Лейдзе джентльмэн, он 24 лет, он стоит 172 сантиметра, официальный вес 68,45 кг. Его профессиональный рекорд, 3 победы и только 1 победа. Он из города Ош, Кыргызстан, приветствуйте, Тинчик Каннебек. Его соперник в красном углу, файринг-адо Бу Коннор. Тайцу 25 лет, рост 177 см, вес 66,3 кг, профессиональный рекорд, 11 побед, 2 поражения. Лейдзе джентльмен, he's 25 years old, standing 177 см tall, Официально весит 66,3 кг. Его профессиональный рейк. 11 победителей и 2 победителей. Дамы и господа, из Могилева, Республика Беларусь, Фотон, Александр Ковалев. Рефери Виктор Корнеев. Ставим в углу. Ставим в углу. Ставим в углу. Итак, полулегкая весовая категория. Тенштейк Канебек против Александра Ковалева. Виктор Корнеев в качестве рефери начинает свою работу на турнире AC-159. Готовый бой! Готовый бой! Красным углом Александр, в синем Тенштейк. Посторонняя стойка у бойца из Киргизии. Да, он так легко покачивается в сторону. Двигаются парни. Двигаются здесь немножко уже по окружности. Представитель Туркестана. Ну и Александр хорошо прессингует без удара. Вынуждая активно перемещаться соперника. И слева зацепил соперника. Да, причем здорово. С отклонением бил. Мало пространства за спиной. О, Тенштейка. Спокойно прицеливается здесь Ковалев. Головами очень опасно шли навстречу друг другу. Там было стогновение. Но хорошо, что без рассечений. Но там головой именно Ковалев в челюсть, как я понял, попал к Небеку. Это было очень-очень неприятно. Хорошая попытка здесь залететь с ударом. Из дистанции расстреливает Ковалев. Ныряет под руку. Да, и пока все без борьбы. Устраивает Александр то, что происходит. Стойки. Локик не зашел. А через руку. Уже было неплохо со стороны Тенштейка. И самая высокая скорость для полулегкого веса. Но это пока. Чуть быстрее вошел этот бой Александр Ковалев. Полторы минуты позади. Здесь не довел немного удар. И тут же ответная атака от белорусского бойца из Могилева. Здесь навстречу неплохо. И на выходе из комбинации тоже Ковалев левым. Вообще орудует достаточно часто и очень плотно заряжает. Тенштейк пока получается только лишь обороняется, перемещается. В основном причем двигается назад. Необходимо включаться. Две минуты уже позади. Здесь точных ударов то не было. Колено очень опасно. Чуть-чуть не довел его Александр. На руках, на руках и вдруг колено. Редко бьют ногами. Хотя вот сейчас заряжался, кстати, Ковалев. Вновь выставляет джеб. Время финти в правом бедром. Ковалев и в борьбу пытается зайти Канебек. Но это выглядело как будто ожидаемо. На первый взгляд ничего не получалось у Канебека Улу. А вот сейчас попытка уже поискать счастье именно в борьбе. Ковалев. Пока не получается. Только лишь контроль. Будет его дергать. Берет там замок под одну ногу. Пытается довернуть плечом. Очень хорошо вставлена была правая рука у Ковалева. Падает и здесь в догонку. Пол шага не хватило. Для того, чтобы донести удар до цели. Скажем Александру сколько времени осталось. И статистика на ваших экранах. Преимущество, безусловно, на стороне Александра. Хороший такой плотненький миддл кик. В целом, получается, что белорусский боец свой рисунок поединка навязал. Учитывая, что он давит и работает первым номером. Хотя вот так иногда взрывается. Очень здорово Кеннебеку Улу. Да, причем размажется эта атака. И даже странно, почему Александр его не увидел. Этот удар. Ищет корпус. Поддавливает, заставляет смещаться. Влетает опять с ударом Кеннебек. Странкек не проходит. Хорошо. И здесь еще одно попадание. Ну что ж, проснулся Кеннебек. Я думаю, что этим ударом он точно Всподрил, встряхнул Александра Ковалева. Еще один лоу-кик. И вот пытается начебать свою дистанцию и набирать очки. Отступает Энштейк. Начало у него это получаться понемногу. Выцеливает соперника. Но опять же. И в право и в лево сторонние стойки умеет работать. Боится с синего угла. Вот здесь на одиночный перешел. Очень здорово на выходе бьет Александр Ковалев. Даже если он пропускает первый вот этот удар, с которым залетает Энштейк. Потом очень здорово может ответить. Еще одно легкое попадание. Вот Энштейка на скачке атаку тоже провел. Но уже мимо. Неплохо. Александр в ответ. Энштейк стал пропускать. Вот этот джеб в том числе. Немножко потерял концентрацию как будто. Ну что ж, на самом деле много пищи для размышлений. Сейчас секунданты вступят в дело. Начинается первый перерыв в этом бою. Завершается перерыв. Поехали. Поехали. Завершается перерыв. Вот. В поединке Энштейка, Эканибека и Александра Ковалева. Первый ранд получился очень разным. Вроде бы с точки зрения объема, количество ударов, и в целом контроля клетки, был интереснее Александр Ковалев. Но во второй половине Энштейка нащупал свою дистанцию. Но скорее всего раунд все-таки отдал. Да, склонен полагать точно так же, но хорошенечко встряхнул его Каныбекулу, вот этим правым боковым. И там ощутимо попали по Александру Ковалеву. Вот сейчас давно уже все, конечно, восстановились после любых попаданий и готовы продолжать. Не включает форсаж Александр сразу. А вот здесь целая серия прошла, правый снизу, а затем боковой. Все точно в голову. Очень крепкая челюсть у Каныбека. Попытка завязаться в борьбу не дает этому сделать Александр Ковалев и продолжает угрожать с дистанции. Ну и справа зашел, а вот здесь слева, снизу, так выгреб, буквально один удар. Тенчатик. Чистое попадание поднял ли Тенчатик, что был обескуражен и потрясен совершенно точно Александр Ковалев. Но сейчас пытается он восстановиться. Да, я думаю, что он мог и не заметить. Еще один удар был. А потому что Тенчатик, проводя этот тэкдаун, он не видел, естественно, в каком состоянии находится оппонент. А если бы вообще он с борьбой не пошел, то там был бы эффект Гроги, скорее всего. Да, попятился назад Ковалев. Сейчас попытка у него была в какой-то момент вырваться. И она удачная. Очень напряженным получается этот поединок на качелях. Который раз уже за этот вечер мы качаемся, то влево, то вправо. Начало раунда осталось за Тенчатиком. Еще один удар. Правый снизу опять хорошо. Печень пытается найти. Здорово. Прочитал немножко Ковалев здесь действие Тенчатика. Нырнул, хотя сам до этого пропускал. Будь здоров. Особенно вот с этой, да, с правой руки. Который раз там. Есть. Хорошее попадание. Силовой джеб получился у Александра Ковалева. Тенчатик начал работать несложно, но что самое важное для него, точно. Задвигались, задвигались парни. И ловил этот момент видно Ковалев. Сделает сейчас все, чтобы перевести и оторвать. Нельзя, нельзя хвататься за сетку. Виктор Корнеев очень не любит, когда хватаются бойцы за сетку. Нечасто снимает балл. Попытку душащего приема без контроля. Вот отсюда. Подбородку себе помогает Тенчатик. Ну и вторая рука не заправлена. И контрит как шикарным образом. Просто превосходно действует. Канебеку Улу еще и укладывает Ковалева. Да, экватор поединка и перевод в активе у Тенчатика. Работа коленями. Те, кто смотрит этот турнир с самого начала, видели уже подобный элемент. Все просто и понятно. Посматривает на время сейчас Александр Ковалев. И даже не столько до времени, сколько просто на большой экран и смотрит на положение ног соперника. В том числе просто огромные мониторы, расположенные в ледовом дворце Большой. Накидывает, очень хорошо накидывает Канебеку Улу и справа, и с левой. Все в цель. Вставай, Саша, вставай, вставай. Необходимо подниматься Ковалева. И он это делает. Но опять схватился за сетку. В предыдущем эпизоде как раз Тенчатик хватался. 3-1 по тейкдауну. Торнеев строк. Но здесь уже сетки нет. И Канебек опять оказывается сверху. Вот так задоминировал в борьбе. Да, начинает пробаривать Тенчатик Александр Ковалев. И это происходит во втором раунде. Что не было очень очевидным, скажем так, с самого начала. И это преимущество образовалось по ходу поединка. Но все изменило то самое попадание слева в голову. После которого началась вся эта затяжная борьба. Последняя минута сейчас начнется. Еще минуту работать. Давай, давай. Да нет, просто встань. У-у-у, тяжело как бьет. И работает руками теперь его. Тенчатик прилетает, крутится. И оказывается сверху. Ну шикарно же. Да, накрывает здесь Александр Ковалев. Пытался взять шею, но не получилось. Дистанция. Отзалился немножко Ковалев. Да, скорость упала. Но получает указание из угла. Подними руки, бей. И продолжает угрожать апперкотами. Хотя по факту ни одного еще прям таки точного, очень тяжелого удара такого не было. Может быть попадал, но в наборе. Вот здесь. Есть, есть слева. Зацепил Ковалев. Немного заигрался Тенчатик. Старается он пробивать стандартную комбинацию. Левый джеб и правый прямой. И это из левосторонней стойки. Стоящая титановая челюсть, конечно, у Каныбеку Улу. Суммарное преимущество по ударам остается за Ковалевым. Пока. И перестреливает, конечно, под самый занавес этого раунда. Похоже на 1-1. Очень-очень любопытно, как будут сейчас распределяться судейские голоса. Потому что задоминировал в борьбе во многом Каныбеку Улу. И потом вот такую вот шикарную концовку выдал. Вот то самое потрясение. Слева очень хорошо зацепил Тенчатик. Сейчас будет еще и психологическое преимущество на стороне у бойца из Кыргызстана. Общая статистика вашему вниманию. По контролю 121 на 11 в пользу Каныбека. По ударам 40 на 22 в пользу Ковалева. Но еще раз отмечу, это по итогам 10 минут боя. Суммарно. Быстрее, 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 быстрее. Третий раунд. Закрылась калитка. Итак, третий. Решающий раунд. Финальный раунд. Пытается, как и в первом раунде, Ковалев контролировать центр клетки. Контролировать вообще пространство. Мимо. Все мимо. Увереннее, увереннее стал расстреливать Ковалев. Хотя сейчас пропустил сам. Нельзя останавливать поединок. Пока активная фаза. Почти хорошие атаки проводят на скачке. Шикарный спрол от Ковалева. Заходит он под удушающий. Забирает колено. Может, может пойти? Есть контроль? Нет, нет, нет. Не до конца. Смотрим. Какая на кондо может получиться. Нет, там есть возможность для поступления кислорода. Да, и есть куда ползти, в общем-то, в сторону. Ногу не забрал и все. Совершенно верно. Да, рычага никакого нет и поэтому прием не состоялся. Здесь опять Аркакопаста головами. Какой апперкот. А теперь уже от тыньштыка. Ждали мы, да, от Александра Ковалева. А тут шикарный, абсолютно размашистый амплитудный удар. Возможно, ключевой перевод сейчас в этом раунде. Он, может быть, не выглядит как-то эффектно, но он безумно важен для тыньштыка. Если сейчас он сможет навязать вот этот контроль, аккуратные удары, методичная работа, то этого вполне хватит для итоговой победы. Трижды в голову. Вот-то по лицу Ковалева можно было прочитать, что он поднаелся. Это, конечно, не факт, но видно было, что он немножечко устал. Задушить не получилось. Хотя потенциально было очень-очень опасно. Здесь удерживает позицию вновь в том же самом стиле, но он на второй раз уже этот номер не проходит абсолютно точно. Хорошо законтролировал Канебека, Улу и продолжает находиться сзади. Да, подумал Ковалев о рычаге колена, но не вышло. В целом, пофизушнее оказался тыньштык Канебек. Хороший кардио у него. Грамотно он распределил силы. Сейчас он цепляется просто как за спасательный буй в этом открытом море, потому что, по сути, законтролировав борьбу и набрав здесь баллов вот такими вот ударами, и в том числе, потенциально, может быть, состоится досрочное завершение. Да, здесь есть чистые попадания. Хорошие удары. Тяжелее, тяжелее принимать. Опять там цепляется за сетку Ковалев. Работаем, работаем, бойцы. Замечание от Корнеева опять по поводу цепления за сетку. Но если сейчас еще и бал снимут, конечно, с Ковалева, то можно, в принципе, дальше не драться. Это да, но в любом случае Александр пытается сопротивляться, но его оборона все ближе и ближе к пассивному состоянию. Теперь наялся не только с точки зрения усталости, но и с точки зрения ударов Александр Ковалев. Нахватал тут прилично за последние, наверное, минуты полторы-две. Есть, есть удары. Вот институт тоже устал. Обратите внимание, какой отек уже на лице у Ковалева от этих постоянных попаданий. Дорабатывает уже как будто бы Каныбеку Улу. Но там непреклонно, в общем, подзывают, призывают вернее, Александра Ковалева вставать. И он это пытается сделать, вне всяких сомнений. На самом деле нужно отдать ему должное. Даже при этом уроне продолжает сопротивляться и делает это, в принципе, потенциально на что-то похожее. Прекрасная возможность была забрать спину от Эмштейка, но он этого не сделал. Продолжает он атаковать отсюда. Он это рассчитывает на свой гранд-он-паунд и постепенно стремится выиграть в этом поединке техническим нокаутом. А времени все меньше. Сейчас бы вставить, конечно, еще правую руку Александру, но здесь нет. Здесь очень быстро сориентировался, отключает руки-ноги, там за корпус прихват, еще и выбивая опору. Вот сейчас шанс гильотины. Это нужно отдать, да, безусловно, всех последние имеющиеся силы. Бросить на это. Да, вот пошел прием. Неужели получится? Вкладывается в этот прием Александр Ковалев, но вряд ли приведет. Контроля нет. Последние секунды и, видимо, уже можно постепенно поздравлять Эмштейка Канебека с победой в этом поединке. Второй, третий раунд он забирает. Первый получился близким, хотя мне показалось, что все-таки чуть лучше там был Александр Ковалев. Да, переломил, переломал ход ведения поединка за счет как раз-таки собственных лучших качеств. Винштык. Вот стойкость, конечно, у бойцов из Кыргызстана. Это один из, действительно, ярких аспектов, которые демонстрирует визитная карточка в том числе. Как будто бы не чувствуют вот этих попаданий, потому что, ну, мне показалось, что в какой-то момент двойки, одиночные удары должны были быть критичными. Для Канебека Вулу, но он стоял, как ни в чем не бывало. Да, видно было, что по нему попали, но видимого эффекта никакого не было. Ну и, возможно, Александр Ковалев излишне потратился в первые пять минут, и это тоже сыграло злую шутку с ним. Так или иначе, отличная работа Тенштейка Канебека. Поздравляем мы этого парня с очередной победой. Интересно, что ему предложат матчмейкеры Лиги Исей в дальнейшем. Это полулегкая весовая категория, одна из самых сильных в Лиге. Итак, дамы и господа, судейские записки по завершению боя. 30-27, 29-28, 29-28 и 29-27. 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28 и 29-27. Единогласным решением судей победу одержал, Поздравляем Тенштейка Канебека с этой заслуженной и трудовой победой.